В прошлом уроке мы с вами разобрали первый способ взаимодействия шаблона и компонента, это был one-way binding, то есть мы отслеживали изменения каких-то свойств внутри шаблона, то есть свойства менялись в компоненте и соответственно мы эти изменения применяли в шаблон. В этом же уроке давайте с вами разберем следующий способ one-way binding, то есть взаимодействие в одну сторону, только уже в обратную. То есть будут какие-то изменения происходить непосредственно в шаблоне и мы эти изменения будем ловить в компоненте. И как самый простой пример мы можем разобрать клик по кнопке, то есть сейчас если вспомнить у нас есть кнопка, которая через 4 секунды становится включенной, давайте мы удалим это вот свойство disable, чтобы она нам не мешала и удалим это setTimeout. и давайте придумаем следующую задачу. Допустим, при нажатии на кнопку нам нужно выводить какой-нибудь текст, например, под данной кнопкой мы будем выводить в параграфе, после нажатия кнопки текст машина была добавлена, то есть что-нибудь простое. Для этого давайте перейдем в компонент, здесь удалим это свойство и напишем новое свойство, пусть он будет называться addCarStatus. Это у нас будет строка и по умолчанию она будет пустой строкой, потому что кнопку мы не нажимали и соответственно мы ничего выводить здесь не должны. Далее я перехожу в шаблон и внутри данного параграфа под кнопкой я вывожу просто этот addCarStatus. Теперь, если сохранить изменения и проверить, то у нас ничего не изменилось, потому что, конечно же, строка у нас она пустая и соответственно ничего не выводится. Однако, если посмотреть на исходный код, то параграф у нас здесь присутствует. Вот этот параграф пустой, но в нем пока ничего нет. И теперь нам, соответственно, нужно как-то кликнуть на кнопку и задать какой-то текст данной кнопки для того, чтобы он появился. В нативном JavaScript присутствует специальный атрибут, который называется onClick. И здесь мы могли записывать какие-то стандартные функции и, соответственно, вызывать их внутри уже JavaScript через HTML. Но Angular предоставляет свою специальную возможность, свою специальную директиву для, так сказать, вешения обработчика событий на определенные элементы. И, соответственно, допустим, у нас первый вид взаимодействия происходил так, что мы писали какой-то атрибут, клали его в квадратные скобочки. И, соответственно, Angular забирал значение данного атрибута из компонента. Для того, чтобы, соответственно, передавать что-то в компонент, мы должны использовать другой вид скобочек. И на этот раз это будут круглые скобочки. То есть это будет говорить нам о том, что мы должны передавать что-то из шаблона в компонент. Внутри данных круглых скобочек мы должны написать название события, которое мы хотим повесить, соответственно, на тот или иной элемент. В нашем случае это на кнопку. И события мы здесь будем писать не onClick, как вы могли подумать, а мы будем просто писать клик. Обращаю ваше внимание, что это должно быть написано в круглых скобочках. То есть это второй вид взаимодействия one-way binding. Дальше мы должны в значении данного атрибута, в данной директиве указать название функции, которая будет выполняться при, соответственно, клике на данную кнопку. Поэтому давайте перейдем в компоненты и создадим данный метод. Допустим, он будет называться addCar. И здесь, после того, как мы нажмем с вами на кнопку, данный метод вызовется. И здесь мы должны с вами поменять название переменной addCarStatus. Для этого мы обратимся просто к данной переменной addCarStatus и скажем, что теперь она будет принимать значение машина добавлена. И, как я уже говорил, в значении атрибута click мы должны просто вызвать данный метод. То есть внутри данных двойных кавычек мы будем просто писать JavaScript-функцию названия данного метода. Метод у нас называется addCar, и мы сразу же его вызываем. WebStorm его подсвечивает уже не как обычный HTML, а как специальная функция. И, соответственно, оно так на самом деле и есть. Теперь, если сохранить все эти изменения и перейти обратно в браузер, то мы видим, что пока у нас никаких изменений нет. Но если мы нажмем на эту кнопку, то, как мы видим, моментально появляется данное сообщение. То есть первый клик, первое событие у нас было добавлено на данную кнопку, и все работает. И, как вы видите, все довольно просто. То есть не нужно писать никакие addEventListener или еще что-то в этом духе. Мы просто записываем директиву и пишем название метода. А название метода берется непосредственно из компонента. То есть все довольно просто. Теперь давайте ради примера здесь создадим небольшую верстку и разберем еще некоторые возможности, как можно вешать, соответственно, данные события, какие у них особенности есть на примере, например, импута. Так что создадим здесь импут, создадим класс, например, form.control. Это bootstrap класс. А для того, чтобы все выглядело красиво, теперь сохраним изменения. Перейдем обратно в браузер. Вот у нас получился импут. И, допустим, у нас есть задача. Если мы будем что-то вписывать в данный импут, то чтобы данный текст отображался сразу же, не моментально под данным импутом. Для этого давайте перейдем в шаблон. Здесь также создадим параграф. И здесь мы будем выводить специальную переменную. Мы сейчас ее создадим. Здесь мы сразу напишем и, допустим, input.txt. Теперь для того, чтобы у нас не было ошибки, мы должны с вами ее создать в компоненте. То есть просто это будет обычная строка у нас. И теперь нам необходимо, соответственно, при нажатии какой-то кнопки на импут, менять данную переменную на то значение, которое сейчас лежит в данном импуте, в данном поле. Для этого мы можем с вами опять написать эти фигурные скобочки. Как видите, здесь можно посмотреть, какие, в принципе, вообще есть события, которые мы можем повесить. Их достаточно много. И конкретно нас интересует событие keyUp. Здесь лишняя скобочка получилась. Дальше мы должны с вами вызвать метод. Давайте его создадим здесь. Допустим, это будет называться метод onKeyUp. И сюда мы должны принимать с вами какие-то данные, для того, чтобы менять поле inputText. Обратимся к нему через this. InputText равно какой-то строке, которая должна прилетать в данную функцию. Здесь мы напишем onKeyUp. И для того, чтобы передать значение импута, мы можем воспользоваться несколькими способами. Первый из них, самый простой, это передать стандартный JavaScript event, который прилетает при совершении какого-либо события. Но есть специальный синтаксис в ангуляре для данного ивента. Внутри данных двойных кавычек мы можем использовать специальную переменную, которая будет видна только внутри данного поля, которая будет записываться специальным образом $ и event. Это будет говорить ангуляру о том, что мы сюда в функцию onKeyUp передаем специальный ивент, который на самом деле является обычным JavaScript элементом. И теперь здесь мы можем принять данный ивент. Он, кстати, будет по типу ивента. Есть специальный такой интерфейс в TypeScript. И давайте сделаем консоль.log, посмотрим, что это такое за ивент и как вообще все это дело у нас работает. Теперь сохраним изменения. Перейдем в браузер. Страница за нас обновилась. Теперь перейдем в консоль. И давайте попробуем что-нибудь написать в импуте. Например, F. И видите, на каждом нажатии кнопки у нас вызывается соответственно какое-то событие. И мы в консоль.log видим данный результат. Если посмотреть на данный объект, то мы видим, что в нем присутствуют все стандартные поля, которые присутствуют в обычном нативном ивенте. Нас интересует конкретно поле Target. И у него здесь есть поле, которое называется Value. Тут много всяких полей. Вот у нас поле Value. И в нем как раз содержится то значение, которое сейчас у нас есть в импуте. То есть по сути мы можем обратиться соответственно к данному ивенту. Давайте это я удалю. Ивент. Дальше у нас было поле Target. И поле Value. Но, как видите, у нас есть ошибка о том, что TypeScript ругается, что поле Value не существует в типе ивент-таргет. То есть он не понимает данное поле. Мы можем исправить данную ошибку с помощью специальной конструкции, которая есть в TypeScript. Мы можем напрямую ему указать, чем является поле ивент-таргет. Для этого мы оборачиваем это все в круглые скобочки, чтобы объединить это. И здесь перед ивент-таргет говорим о том, что данная конструкция является типом HTMLInputElement. И теперь, так как это у нас HTMLInputElement, то у любого такого элемента есть поле Value. И соответственно все будет работать корректно. Теперь, если сохранить изменения и перейти обратно на браузер, то давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы напишем какую-нибудь строку. И как вы видите, все корректно меняется и наша задача по сути была выполнена. Но есть одна маленькая особенность, что если я задержу эту кнопку, то ничего меняться не будет. И соответственно наша задача была выполнена не совсем корректно. Это можно исправить очень довольно просто с помощью опять же Angular. Мы можем исправить данное событие KeyUp на событие Input. Есть такое специальное событие в JavaScript. И теперь, если мы сохраним изменения и попробуем сделать еще раз эту задачу, то видите, у нас все работает корректно. Независимо от того, как мы вводим. Все выводится моментально. То есть это был первый способ, как мы можем передавать какие-то данные из шаблона, соответственно, в наш компонент. Есть второй способ. Забегая немного вперед, мы можем дать специальное имя данному Input. Допустим, это будет выглядеть следующим образом. Мы будем писать решетка. Это специальный опять же синтаксис Angular. И здесь, допустим, мы бы напишем название MyInput сокращенно. Это будет референция на данный элемент. И теперь мы можем обратиться к данному элементу и передать его в функцию OnKeyUp и обратиться к его полю Value. Теперь, так как мы передаем уже непосредственно само значение в данную функцию, мы должны его исправить. Для этого мы сюда будем принимать просто поле Value. И здесь мы все это дело удалим. Теперь, если сохранить изменения, перейти обратно в браузер, попробовать что-то сделать, как вы видите, ничего не изменилось. Однако данный способ получился немного проще. То есть мы создали специальную референцию на данный элемент. То есть, грубо говоря, сделали ссылку. И теперь мы можем его использовать. То есть на самом деле это поле является Event Target. То есть типа HTML Input Element. И теперь, напоследок, давайте разберем еще одну специальную возможность. Специальный синтаксис, который можно использовать при создании подобной синхронизации, подобной связи. Допустим, у нас стоит задача теперь писать что-либо в Input, но заносить в параграф текст Input только при нажатии на клавишу Enter. Я думаю, что вы уже догадываетесь, как можно решить данную задачу. Мы можем изменить событие Input, например, на KeyUp. Дальше сюда передать какой-то Event. Референцию теперь можно удалить. Теперь в самом методе мы принимаем Event. Здесь мы должны обратиться, соответственно, Event Target Value, для того, чтобы корректно занести значение Input в Input Text. Но дальше мы должны проверить, является ли нажатая клавиша Enter. Раньше мы бы писали следующим образом. If Event Key Code равно 37, то в таком случае, если это Enter, то в таком случае мы должны занести что-то в Input. Давайте попробуем сохранить. Теперь обновим страницу, попробуем что-то написать. И нажимаем Enter. Ничего не изменилось. Скорее всего, я переподвал KeyCode. Давайте посмотрим, какой KeyCode является у Enter. Выведем в консоль Event. Обновим страницу. Вот какой-то символ нажалось. Нажим Enter. И посмотрим. А, ну можно просто написать коды и Enter. Давайте так и сделаем. Обратимся к полю Event коды. И скажем, что если оно равняется Enter, то в таком случае мы будем все заносить в Input. То есть мы работаем через If. Сохраняем изменения. Переходим в браузер. Так, теперь что-то пишем. Нажимаем Enter. И как вы видите, мы получили данное значение. Мы реализовали данную задачу. Но на самом деле это не очень удобно. Каждый раз писать If, проверять его на какую-то клавишу. И поэтому давайте мы отсюда все это удалим. И сделаем все намного проще, потому что Angular предоставляет нам специальную возможность для быстрого выполнения подобной задачи. В методе keap, который мы описываем в шаблоне, мы можем через точку добавить название клавиши, которые нужно обрабатывать. То есть, например, Enter. И в таком случае, если я сохраню изменения, и обратите внимание, что сам метод у меня без всяких If, то есть он просто заносит значение импута в, соответственно, нашу переменную. Теперь, если я буду что-то вписывать, то у меня ничего не будет заноситься в данную переменную до тех пор, пока я не нажму ту клавишу, которую я обозначил в самом шаблоне. Если я нажму Enter, то, как вы видите, оно сразу же появляется здесь. То есть такая специальная удобная возможность, которая представляет быстро писать подобные задачи и использовать, грубо говоря, такие ярлычки. На этом, в принципе, мы закончили сбирать второй вид связи шаблона и компонента. И в следующем уроке мы с вами поговорим про взаимную связь, то есть такое понятие как Two-Way Binding. Ну а на этом уроке у меня все. И увидимся в следующем.